обалденный звук да ладно хорош всем при друзья с вами снова вели так сегодня у нас небольшая покатушечка мне сейчас надо на почту сгонять забрать какую-то посылку должно быть что-то с алиэкспресса я уже месяц назад заказывал что-то я много чего заказывал еще много чего не пришло поэтому я даже сейчас без понятия какая из посылок пришла поэтому для меня это будет сюрприз а потом я хочу съездить точнее не хочу а нужно съездить в салон где мой мотоцикл стоит забрать документы на мотоцикл и счет фактуру за него потому что они мне позвонили на днях сказали блин давай это забери счет фактуру там документы чтобы они могли деньги с банка снять то сейчас деньги которые заплатил за мотоцикл они немножко зависли в банке поэтому вот такие вот дела погодка выдала сегодня отличная 20 с малым градусов и холодно не жарко в общем шикарно и вообще просто давненько уже не выезжал дома засиделся и что-то последнее время цвет такой страшный умерся цвет детская неожиданность алю 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 с хелисом чуть не упреки и с ими алю но я не знаю алю я знаю алю дайкер так сейчас посмотрели на меня так дико что я в этом шлеме ночью должны понимать для их его же здоровья стараемся сейчас поедем в салон через полгорода переться далековато но чё теперь делать заодно проверю как там мой мотоцикл без меня тик блять сейчас этот фейс иди не работает в этом шлеме ужас короче светофор здесь жесть горит буквально ну несколько секунд то есть две машины успевают проехать там уже очередь на на полкилометра на этом светофоре я помню как-то давно ездили бабушку с аэропорта забирать ганновера и попали в трубку по загородной дороге до километров 10 трубка была чуть ли не пешком шли можно было возле машины пешком идти причина была абсолютно пустой перекресток и на этом перекрестке светофор в одном из городишек небольших чудо последнее время мне такие мотоциклы нравятся стали раньше в оси не переваривала сейчас уже так смотрю и даже как бы в будущем не исключаю кто знает может быть когда-нибудь второй мотоцикл и будет какой-нибудь такой усилий и что-то подобное так принципе уже скоро должен приехать как-то мой мод стоит не трогают ли его там без меня чужие люди люди ничего чуть-чуть осталось чуть-чуть столько ждал столько терпел но еще немножко так надо приучить себя еще башкой вертеть когда еду а то в принципе надеюсь на периферическое зрение на экзамене будь жопа если вашу башкой вертеть не буду она вроде как все охватывает перед периферическим зрением но этим надо на экзамене видеть обязательно что ты крутишь что-то так беляшами пахнула прям вот реально может где-то здесь что-нибудь есть такое что беляши делают реально вот как наши отечественные беляши вкусно запах сейчас прошу может быть получится его забрать так без доплаты если они месяца все равно счет фактуру выдадут может скажут ладно хер с тобой забирай так попытка не пытка если честно если я бы даже его уже забрал бы пусть бы он нам последние две недельки в этом стоял бы уже возле дома я бы хоть выходил бы там пыль с него бы сдувал бы там диски бы мыл так заводил бы иногда прогревал бы ну чё-нибудь я бы с ним делал через 500 метров налево да ребята все приехали вот уже подъезжаю справа от меня находится этот салон вот он так приехали так ребята первый раз не записался звук поэтому сейчас еще один еще запись делаю со звуком вот такой вот он мой красавчик здесь стоит обалденный ждет меня забрать его конечно сегодня не получится так как и все равно нужны мои права но они сейчас все документы отдали от него то есть вообще все документы полностью теоретически могли бы мотоцикл отдать ну да ладно технику стоит в тепле в безопасности надо будет сюда потом какую-нибудь клеточку взять и один друг посоветовал одну клетку ну я в германии такой не нашел там сайт как я понял он российский и производитель тоже россия надо будет узнать есть ли у них доставка в германию или нет ну или же что-то найти здесь такое так что вот такие вот дела принципе стоит здесь пыльный немножко а 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 с мужиком поздоровался он так на меня дико посмотрел нездорово ну и херсти так ладно давайте еще раз вот так воткнем в него ключ посмотрим как у нас со светом будет ну-ка свет загорелся загорелся вот он лэдэшный красотища да так давайте мы сейчас его оседлаем конечно вот эта приборка могла бы быть поярче я немножко тускловатоя хотя вроде бы у нее тут должно быть настройках сделать ярче потому что в данный момент она выглядит не совсем ярко так сцепление ну нормально вот на если так с учебным мотоциклом сравнивать то в принципе не тяжелее чем там поэтому поэтому давай-ка мы сейчас еще раз ребята стартанем его и 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 хорош так ребят давайте еще немножко посмотрим здесь что тут есть вот кстати пятисотка которую я хотел тоже думал рассматривал когда купить то есть внешне она как вы видите почти один в один с моим только труба немножко больше вот это выглядит ну кому то нравится кому то не очень давайте сейчас сяду на него в плане комфорта вот сидеть на нем он комфортнее чем мой не знаю хотя в принципе то же самое почти ну он тоже выглядит обалденно у него преимущество у него бак на 17 литров то есть производитель обещает на нем проехать 480 километров на одном баке у него расход 3 с половиной литра должен быть и это круто так вот здесь интересно так ребят кто знает подскажите это че регулировочные винты что ли то есть у него чем можно регулировать вилку но у моего нет точно нельзя не знаю себе тогда не поддался бы на эти дикие уговоры всяких блогеров я бы купил вот этот тоже комфортно сидеть о вот это вообще красавчик это у нас себе себе 500 f этот я не знаю тут я впервые вижу и ценник у него гуманный на тоже пятисотка принципе тоже то же самое что он то этот у нас себе 500 r за 7099 а этот 6 399 то есть внешне одинаково да смотрите черный красный выглядит обалденно но цена реально недорогая прикольно в принципе вот этот цвет тоже вообще обалденный я бы взял но мне уже сейчас поздняк метаться но это чё у нас тут африка twin ну ценник 14 с половиной как на них залазить вообще не такие высоченные шесть нереально как на них за как на них люди ездят как-то все-таки ездят видимо 17 спортивных почти почти восемнадцать тысяч один из сто не знаю как слишком высокие вот ничего гоночка при тоже прикольно 13 тысяч четыреста такой нет неплохой аппаратик чисто для города ну-ка как на нем сидится то знаете вот я сейчас сижу на этом аппарате и именно вот по посадке он ну не отличается от моего спорта вообще то есть лишь легенький наклон вперед чуть-чуть он короче кажется чем мой так а это тот мотоцикл который оксанки тогда понравился прям красный говорит сколько он стоит 13 с половиной но это для любви на любителя мне такие не нравятся нет он выглядит красивый да все но я такой не стал взять ну для себя бы брать не стал о это черно сут файл блэйд и без скуку стоит 26 9 690 27000 грубо говоря аппарат ну-ка просто посадку сравнить но этот пониже да у него то что клипончики немножко пониже чувствуется не на таком ездить по городу задолбаешься не тоже реально супер спорта внешне они вот одинаковые да вот предель этот красный и это 600 650 к это литровый так них утром же мопедов больше было сейчас мопедов чё-то нету хотя сейчас лето логой сезон для мопедов почему нет как-то он есть скутеры немножко ладно поеду я домой а это что 6500 но не счеток с выглядит солидно опять же это на любителя я не любитель такой техники ну цена цена вполне себе нормальная пяти соточка так окей так 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 ладно буду ездить пока на своем перчике лучше чем ничего так все ребята так надо сетов потише сделать сену чуть-чуть отворю от двух а прям я еще не первый раз новым телефоном использовал поэтому она еще у меня не настроенная так ребята надеюсь вам понравился ролик а я буду заканчивать так что если что ставьте лайки или дизлайки но лучше не ставьте дизлайки хотя дело ваше если вы считаете что дизлайк дайте дизлайк ладно всем пока